Компьютерный ЭГЭ по информатике, задание номер 12. В этом задании требуется проанализировать работу учебного исполнителя. Несколько стов про учебные исполнители. Это очень хорошая вещь, потому что они позволяют реально понимать, как действия соотносятся с командами. И я хотел бы кратко про них рассказать. Например, есть ScratchMidYed. Это известный исполнитель, он работает прямо на сайте. Я не буду углубляться в систему команд, но главное, что есть некий код, который может делать некие действия. Это очень сильно напоминает давным-давно известного исполнителя под названием Черепашка. Есть замечательный сайт Code.org, где можно поучаствовать просто в так называемой штуке час-кода. Соответственно, Minecraft или про Анну и Эльзу и так далее. Даже без регистрации, dance party и так далее. Можно пройти просто набор заданий, которые чему-то там вас обучат. Ну, чему-то в смысле даже не нужно программировать руками. Я сейчас пропущу какие-то условные видео, выберу условного героя какого-то, прокликаем. И опять же, move forward, move forward, run. И у нас исполнитель нечто делает. Я прям вот очень советую, если вы никогда не игрались в этих учебных исполнителей, то вместо всяких компьютерных игр лучше подсаживать детей на такое программирование. LightBot есть. Ну вот, я хотел бы сказать, что вот, конечно, Scratch это классная штука, но язык вот этот блочный, вообще блочный язык очень классная штука. Но вот я хотел бы сказать в пользу Blockly. Язык Blockly разработан Google. Он является свободным. Насколько мне известно, достаточно свободным, чтобы его можно было свободно внедрять в свои сайты и использовать. Собственно, это сайт не Google, а это сайт некой русского комьюнити. Ну, в частности, вот, Blockly.ru, просто запомните, потому что здесь все по-русски. Да, я конкретно открою вот игры, да, там кролик Банни идет домой. Вообще супер курс для девочек, условно, там, не знаю, с 7 по 11 класс. Вот, просто здоровски. Прям не нужно там сейчас никакого вот-вот, Банни снова в путь. Вот, в начале Банни идет домой, потом Банни снова в пути и так далее. Для самых маленьких фауна, ну, конечно, по сравнению с методически проработанным сайтом, там, Code.org, да, это все-таки, ну, не настолько. Там номерные курсы для маленьких детей, для начальной школы намного лучше. Вот, значит, про Blockly я кратенько сказал. Ну, я хотел сказать, что у Константина Юрьевича Полякова очень хорошая подборка упражнений по разным исполнителям Blockly. У него тут есть на Blockly робот, водолей, черепаха. Вот, недавно вышел там чертежник. Ну, робот просто обалденский. Ну, те задания, которые здесь по умолчанию готовые наборы задачек, ну, для пятого класса. А вы попробуйте, там, не важно, в седьмом, в десятом, в одиннадцатом классе. Попробуйте сами решить это дело. Да, и на, там, циклах пока, например, условно, на каком-нибудь пятом упражнении не возникли ли у вас трудностей? Там не такие уж простые, интересные, не такие уж простые ситуации бывают. Ну, сейчас справку мы пропустим, да, то есть, условно, вроде как, ну, вот, некий грузовичок, который тут должен добежать до парковки. Ну, какая проблема, да, берем цикл пока, вставляем, да, на, соответственно, поверни направо, потом повторять, пока впереди свободно и, соответственно, вперед. Та-дам! Ну, вот, я написал простенькую программу, значит, и поехали. И он пошел, соответственно, щупает и топает вперед. Короче, я не хочу сейчас углубляться слишком сильно, да, поздравляем, замечательно, но дальше там будут некие интересные тонкости, потому что она должна срабатывать не на одной, а на нескольких вариантах карт. Ну, ладно. Значит, я что хотел сказать, что есть довольно давным-давно известный набор учебных исполнителей, кумир, комплект учебных миров, именно поэтому кумир. Язык программирования называется школьный алгоритмический язык, Ершова, академика советского. Вот, собственно, язык этот неплохой, прям неплохой, он строго типизированный. Ну, он нельзя назвать компилируемым, он интерпретируемый конкретным интерпретатором. Но, тем не менее, да, у него вот программа начинается со слова NACH, CON, значит, нет заголовка алгоритма, алгоритм начинается ALG, вот так вот. Безымянным может быть только первый алгоритм, а так, в принципе, он процедурный. Вот, соответственно, между NACH и CON мы можем писать любые команды, там, вывод, привет, и, да, запятая NS, новая строка. Ну, я сейчас просто вот, чтобы показать, что этот язык работает, да, что, может, что-то можно делать. Прекрасно, замечательно. Я его могу порекомендовать для детей, которым нелегко дается английский язык, почему бы не попробовать кумир. Особенно, если ребенка развести на слепую печать, какой-нибудь рототайп, вначале ему дать, то после этого будет классно. Вначале он, соответственно, так, у меня вот четыре раза привет вывелся. Да, вначале он учится печатать вслепую по-русски, ну, естественно, по-русски Ицукин, классная раскладка, в отличие от тверти, да, учится печатать вслепую на каком-нибудь рототайп, потом на кумире учится программировать, он неплох тем, что как раз он строго типизированный, и есть такая вещь, как практикум, вот если скачать кумирнисиру, а то вот, соответственно, да, сайт я тоже махну сюда, вот показать сайт, а, кумирнисиру, вот, ой, ладно, сейчас мы вот, откроем его, значит, где-то я ошибся, неисиру кумир, они переехали теперь, вот, ну, вот, соответственно, его можно загрузить, к сожалению, сейчас, хотя, смотрите-ка, некоторое время назад только для винды была последняя версия, видите, они сделали для линукса последнюю версию, ну, мы сейчас не будем, она из исходников, по-моему, там собирается, сейчас не суть важна, но смысл в том, что вот эта вот штука, это отдельная программа, она независимо существует, вот здесь есть такая вещь, как вот, готовый практикум, доступный офлайн, да, и его можно, соответственно, потыкать прямо вот дома, вот так вот, то есть он тебя открывает, уже некая заготовка программы, использовать робот, алг, дано, надо, нач, кон, да, и вот мы можем изменять только тут, туда мы даже поставить курсор нормально не можем, там, не можем там ничего менять, вот, и, соответственно, что нужно сделать, привести робота в клетку B, где, собственно, робот, робот находится на поле робота, вот я открыл поле, соответственно, его как-то можно, по-моему, внедрить, да, можно его как-то прикрепить к главному окну, о, есть, значит, и уменьшить контрол колецом мыши, как его привести в клетку B, ну, самое простое, соответственно, вправо, 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 да, вниз, влево, 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 вот, соответственно, ну, эти команды, они все есть в, все эти команды есть в помощи, там есть нормальная русская помощь вполне, да, справочное руководство, в котором написано исполнители, ну, там, в принципе, по самому языку робот, вот, соответственно, что у нас там, пульт робота, ну, пульт, кстати, тоже вариант, в принципе, с пульта можно начинать учиться, значит, так, введение, обстановки, окно на блин, о, управление роботом из программы, ну, короче, тут надо домотать где-то до команды, где команды, 8 команд, слева, справа, сверху, снизу стена или свободно, клетка закрашена, ну, короче, вправо, влево, вниз, вверх, закрасить, ну, вот, некие основные базовые команды, что, в принципе, делает робот, да, ну, вот, я сейчас запущу вот это нечто, посмотрим, как он добежал, замечательно, да, соответственно, мы можем теперь проверить, как можно проверить задание, как я могу проверить задание, я даже не помню, если честно, а, вот, проверить, вот тут кнопка проверить, тадам, ну, как задание выполнено правильно, естественно, что это выполнено не совсем разумно, надо было бы воспользоваться циклом НС четыре раза, да, вот здесь и вот здесь, ну, еще раз, слушайте, я к чему все это рассказываю, что учебные исполнители, это очень, очень полезная вещь для обучения детей, а вы знаете, бывает, что и взрослых, даже в Массачусетском технологическом университете, вот, собственно, где Scratch, да, Scratch, Mid еду, а они начинают на нулевом курсе, ну, как он там, CS50, что ли, да, они начинают, собственно, с Scratch'а, а уже потом там C, какие-то базовые конструкции уже высоко, ну, такого письменного языка программирования современного, вот, но давайте с вами осознаем, что этому есть ниша, и я вам советую с этим познакомиться и потратить немножко времени, чтобы поучить своих товарищей, детей или коллег, а сейчас мы приступим к разбору задачи. Итак, задача номер 12. В демонстрационном варианте представлена следующая задачка. Исполнитель, редактор, а именно он в последние годы является героем этих задачек, получает на вход строку цифр и преобразовывает ее. Редактор может выполнять две команды, вот они, заменить и нашлось. Реально изменяет строку только команда заменить. Внимательно, заменяет в строке первое слева, вхождение цепочки на другую цепочку. То есть, не все одновременно. Команды в языках программирования часто заменяют сразу все. Поэтому, ну, как сказать, если вы захотите забрутфорсить эту задачку, надо это учесть. Вот. Нашлось просто проверять, встречается ли цепочка, зачем она нужна, потому что в псевдокоде, а тут дальше будет сейчас представлен псевдокод для этого исполнителя, ну, некий алгоритмический язык. Вот. Чем-то напоминает, собственно, школьный алгоритмический язык. Кумир, только, мне кажется, ну, ладно. Короче, есть конструкция цикл пока, есть конструкция если то, иначе, конец если, да, если то, иначе все в школьном алгоритмическом языке. И спрашивается, какая строка получится в результате применения, приведенной ниже программы, к строке, состоящей из семидесяти идущих подряд цифр восемьдесят. Восемь. В ответе запишите полученную строку. Изначально предполагалось, что эта задача решается, ну, собственно, на бумаге. Да, но с наличием какого-нибудь исполнителя, например, того же самого кумира, задача может быть забрутфорсена. Ну, то есть, можно ее тупо запрограммировать. Ну, мне, правда, пришлось вот сюда вписать семьдесят раз восемь. Да, ну, я написал десять раз, потом ctrl-c, ctrl-v, нужное число раз, и получилось семьдесят. Я использовал здесь команду pause для поиска под строки, в строке. Это алгоритм из библиотеки строки. Собственно, если позиция не равна нулю, значит, по сути, строка найдена, под строка найдена в строке. Ну и, собственно, заменить. И вот, собственно, вот это нет требуется для того, чтобы произошла только одна замена первой найденной под строки в строке. Ну и здесь у нас происходит вот это если, то заменить, иначе заменить все. Обратите внимание, что первая замена получается происходит с высоким приоритетом, а вот эта замена происходит только тогда, когда первая уже не может быть выполнена. Ну, слушайте, я, конечно, люблю школьный алгоритмический язык кумир, но все-таки не настолько как Python, потому что все-таки очень много каких-то странных, я бы сказал, лишних конструкций. Та же самая, ну, можно запустить, посмотреть на результат. Результат вот 22, вот, но мне больше нравится на Python. Есть, правда, особенность, ну, очень красивая, просто проверять, что под строка есть в строке, оператор int есть для строк, он прекрасно работает, возвращает true или false, соответственно, пока 2222 в строке или 8888 в строке, то есть я буквально переписываю, собственно, вот этот вот текст, да, его переписываю на Python, да, пока нашлось то или нашлось вот то, пока оно есть, собственно, да. Дальше, если 222 в строке, то вот здесь есть тонкость. Дело в том, что строки в Python является неизменяемыми объектами. И мне надо перезаписать в имени s новую ссылку на новую строку, поэтому в данном случае мне приходится писать s равно s replace. Вот это, 1 означает, сколько замен нужно осуществлять. Собственно, replace осуществит именно одну замену, то есть первой найденной таковой под строки на вот эту под строку. Вот, ну и опять же результат, вот он, пожалуйста, да, мы можем посмотреть, там, в конце демо-варианта, где у нас тут, вот он, ответ, да, 22. Собственно, давайте решим эту задачку, ну, немножко по-другому. Ну, точнее, не эту задачку, я бы не хотел решать ту же самую, но перед этим я хотел бы сказать, что вообще говоря, существует такая интересная штука, как нормальные алгоритмы Маркова. Вот, ну, произношение алгоритмом восходит к автору, академику Маркову. Вот, собственно, это некий аналог машинотьюринга советский, он является полным по тьюрингу, я не знаю, знают ли за рубежом, я думаю, не знают, у нас его до сих пор помнят. Вот это вот нормальный алгоритм Маркова, очень прикольная штука. Вот такая нотация, такой способ записи, собственно, алгоритмов, и в этих алгоритмах нет последовательности действий, есть последовательность приоритетов. Ну, собственно, приоритеты есть, да, первая команда, она идет с более высоким приоритетом. Вот. Ну, короче говоря, давайте сейчас не будем углубляться, вообще советую вам про это дело узнать, вот, но сейчас давайте с вами порешаем задачки со сайта Константина Юрьевича Полякова. Вот такая задача. Та же самая предыстория, исполнитель-редактор преобразовывает. Все, поехали. Дана программа. Вот программа. Определите сумму цифр, если исходная строка состояла из 70 троек. И вот я не хочу решать эту задачку брутфорсом, я хочу порешать ее, собственно, на доске, как если бы я решал ее на бумаге. Я записал соответствующий нормальный алгоритм Маркова. Ну, короче, вот это вот действие будет происходить со строкой до тех пор, пока не исчерпается, пока это еще может быть найдено. Если уже это не находится, тогда будет выполняться вот эта инструкция. Иногда бывает, что вот здесь вот там результатами является, например, тройка, тогда это интереснее даже, потому что нужно несколько, некоторое количество действий, по-моему, к тройкам вернется, потом к семеркам, но все равно оно придет к некоторой редукции. Давайте посмотрим на то, как произойдет сейчас укорачивание этой строки, выбрасывание лишнего. Итак, у меня есть 70 штук троек. В начале первым перегоном у меня будут происходить вот такие замены. Три тройки в дыщ и превратились в две семерки. Давайте просто посчитаем, сколько таких замен произойдет. Для этого мне достаточно 70 поделить на 3, да, на 3. У меня не будет происходить вторая команда, до нее пока не будет доходить дело. Потому что если каждый раз будет меня приводить к вот этой команде. Итак, делим на 3. Минус 6, 10, 9, остаток 1. Значит, у нас получается 23 раза это произошло. А за эти 23 раза у меня получается 46 семерок. 46, собственно, семерок. Получилось. При этом одна тройка осталась в остатке. То есть это одна тройка, для которой уже замен не произошло. Вот она в самом конце, она так и останется себе стоять. До самого конца всей этой истории. Итак, теперь что нам делать с 46 семерками? Ну, давайте я их условно сейчас зарисую. Конечно же, не все, да. И посмотрю, что будет происходить с ними. У меня 5 семерок заменяется на 1. То есть, по сути, как если бы у меня, собственно, 4 семерка и уничтожалось из 5, а одна оставалась в живой. Затем у меня следующие семерки. У меня тут их сколько-то, да? Следующие 5 семерок. Первые 4 уничтожаются, одна остается живой. Короче, если сейчас у меня только не дойдет до ситуации, что у меня там их 4 остается, да? Потому что если их 4, 3, 2, 1, то уже замена не может произойти. Замена произойдет только если их не меньше 5. Но, в любом случае, глобально происходит вычитание по 4, минус 4 штуки за 1 присест. У меня их 46 штук. Значит, мне нужно 46 поделить на 4. Ну, то есть, я многократно вычитаю 4, да? Так, отлично. Минус 40, да, минус 4. Короче, 11. Ну, это количество раз меня не интересует, потому что в результате каждой замены ничего... Ну, то есть, по 4 семерки удаляется, и больше ничего от них не остается. Поэтому это не важно. Важно то, что останется 2 штуки четверки, да? Ой, семерки, прошу прощения. Да? 2 штуки семерки. И так, в итоге, моя конструкция будет состоять из 7, 7, 3. И вот строка, которая останется в конце, после того, как все замены будут применены, и больше ничего делать нечего. Ну, 7 плюс 3 – 10, плюс 7 – 17. Почему я это делаю? Потому что прочитываем условия после того, как мы выполнили задание. Иначе я ошибусь и впишу не то в ответ. А меня спрашивают сумму цифр в строке. Понимаете? Поэтому не 7, 7, 3 – правильный ответ, извините, да? А нужно последнее интеллектуальное действие – 17. И 17 должно являться правильным ответом. Вот правильный ответ. Итак. Следующая задачка. Исполнительный редактор. Та же самая предыстория. Смотрим. Дана программа, но она посложнее. Какая строка получится в результате применения этой программы к строке? Первая и последняя цифры – пятерка. Между ними стоит 120 цифр 6. В ответе запишите полученную строку. Давайте внимательно смотреть. Если 63, то заменять 63 на 4. Если 6, 6, 4, то заменять именно его на 65. Если 3 шестерки 5, то заменить на тройку. Очень интересная штука на самом деле. Дело в том, что у меня здесь много-много-много цифр 6 в серединке. Первая и последняя пятерки. Первая пятерка. Она как-нибудь будет участвовать? Посмотрите внимательно. 63, 4, 5. Да нет. Не будет. А вот последняя пятерка, она кое-что будет делать с этой строкой. А именно. Давайте я перепишу это именно как алгоритм Маркова. Для большей четкости. Итак, у нас с максимальным приоритетом происходит вот это. 63 на 4. Дальше. 6, 6, 4 на 6, 5. 6, 6, 4. На 6, 5. Так, дальше. И 6, 6, 6, 5 заменяется на 6, 6, 3. У меня каждый раз уменьшается конструкция на 1,4. А вот эта вот штуковина, вот эта вот штуковина, если вы знакомы с машиной Тьюринга, то можно нечто представить себе. Представьте себе, что пятерка, которая торчит в конце, это как будто бы головка машины Тьюринга. 3, 4, 5 это ее три возможных состояния. То есть она может находиться либо в состоянии 3, либо в 4, либо в 5. Начальное состояние 5. Слева находится, скажем так, лента, состоящая из шестерок. И вот эта вот головка, как некий Пакман, да. Давайте я прям нарисую. Вот шестерки, 6, 6, 6. Ну да, там в конце торчит пятерка, но она, как сказать, ни на кого не охотится. То есть она, как некий Пакман, да. Вот, она смотрит туда и никого не видит, кого можно съесть. Да, а вот эти вот шестерки, да, они являются добычей для Пакмана, который находится справа. Вот той пятерки, которая тут. И вот эта пятерка сейчас будет их есть и менять свой, скажем так, статус. Да, менять свой статус. Где вот горячие глазки, лучше сверху такой глаз нарисую. Отличный такой Пакман, да. Чамы-чамы. И вот эта пятерка будет кушать по шестерке слева. Реально наличие вот этой шестерки, которую она просто не будет, по сути, есть, не слишком большую роль играет. В самом-самом конце, когда он будет подползать к началу, там это сыграет свою роль. Но вот сейчас у меня толща шестерок достаточно большая. То есть, по сути, он съедает одну шестерку, превращается в тройку. То есть, раз, он ее... Сейчас, одну секундочку. Да, я делаю замену. Он чунька ее съел и превратился в тройку. Но от этого его пакманская сущность не изменилась. Он собирается кушать дальше. Да. Слева по-прежнему стоят шестерки. Да, то есть у меня глобальная ситуация не меняется. Да, дальше что происходит? Он кушает еще одну шестерку, превращается в... Извините, кого? Четверку. Он превращается в четверку. Вот и мне получается... Давайте я здесь тоже сменю ему цвет на какой-нибудь там синенький. Да, пять, три, четыре. Да. И по кругу. Да, и по кругу он ест по одной себе циферке и меняется. Да. Мы понимаем, что в конце... Ну, то есть, по кругу, по кругу. Вот он дошел снова до пятерочки. И понимаем мы следующее, что в какой-то момент этот пакман, да, все эти шестерки сожрет. Кроме тех, которые находятся в самом конце. И от того, в каком состоянии он подползет к вот этому концу, многое зависит. Состояние у него ровно три. Да, он их крутит по кругу. Уничтожая одну шестерку, меняет состояние на один. Давайте попробуем редуцировать шестерки по три. Ну, то есть, к моменту, когда он сожрет три шестерки разом, да, раз, два, три, он снова станет пятеркой. Вот давайте по три уничтожим этих шестерок. Сколько их тут? Забыл. 120 штук изначально. 120 штук. Ох. Ну, вот кажется, что он сожрет их все и останется как раз две пятерки. А вот нет. А вот нет. Давайте, ну, просто 120 делится на три. Давайте дойдем до самой последней. Мне, собственно, делить-то не надо. Я сразу вижу, 120 делится на три. Окей, окей. Но я остановлюсь вот в предпоследний момент. 5, 6, 6, 6, 5. Очевидно, что, ну, как сказать, он только что съел предыдущих там шестерок, да, и вот все было нормалек еще. А вот теперь смотрите внимательно, да, что произойдет дальше. Сейчас замена еще может быть осуществлена. Да. Значит, произойдет 5, 6, 6, 3. Сейчас замена может быть осуществлена. У меня здесь даже приоритеты не важны, потому что у меня всегда только одна из замен может быть реализована. У меня местоположение, только одна циферка, да, является ключевым действующим огороком. Шестерка – это мясо. Вот. Соответственно, да, может быть. Тройке нужна слева только одна шестерка, чтобы ее съесть. И она превращается, соответственно, просто в четверку. В результате строка превращается в конструкцию 5, 6, 4. Четверки, чтобы кушать, нужно уже две шестерки слева. Ну, и это финальное состояние строки. Перечитываем условия задачки, не дай бог, запишем не то. Нет. В ответе запишите полученную страху. Поэтому 564 – это правильный ответ. Безусловно. Скорость, с которой я вот это делал, она не великолепная, да, не супербыстрая. И, может быть, забрутфорсить эту задачку на Python – это было бы, может быть, и быстрее. Абсолютно не проблема. То есть, вот я, если вам попадется вот эта ситуация, да, то, ну, почему нет? Берите, да и пишите, пожалуйста. Строка. Что у нас там? Пятерка. Плюс шестерка. Ее там 120 штук. Плюс пятерка. Нам не жалко компьютера. Дальше что? Пока. Ну, слушайте, ну, я тут немножко выпендрюсь, если вы позволите. Я напишу конструкцию, в которой у меня будет перебираться различные эти ситуации. Я скажу пока any. Пока any. Дальше некая подстрока. Ой, прошу прощения. Подстрока. Sub in s. For sub. Ну, и дальше перечислю, собственно, несколько вариантов вот этих вот подстрок возможных, да, которые у меня там нужны. 63, 6, 6, 4. 6, 6, 4. Ой, окажется, немножко лишнего. 6, 6, 3. 6, 6, 6, 5. Я сейчас не буду пояснять, что такое any и что за генератор. Я пишу здесь в скобочках, да, это генератор. Ну, и плевать. Ой. Кто? Ага. Ну, говорит, почему? For. For. Негодник. Почему? Да, я понял, потому что у меня вот здесь, на самом деле, причина вот она. Вот здесь он не может понять, потому что запятые ему там, наверное, мешают. Во. Немножко он некрасиво написал мне ошибку. Тем не менее, на что я хочу. Если у меня, собственно, 6, 3 in s, то, соответственно, осуществить замену s равно s replace 6, 3 на 4. И только один раз. И leave. 6, 6, 4 in s. s равно s replace. 6, 6, 4 на 6, 5. Да, абсолютно верно. Один раз. Так. Ну, и leave я напишу просто else, потому что автоматическим методом исключения. Третья обязательно должна быть, если уж мы вошли в цикл. s replace 6, 6, 6, 5, 6, 6, 4, 1. И, ну, знаете, ради красоты я могу вот здесь вот просто отображать, что происходит со строкой. Ну, чтобы увидеть вживую непосредственно вот эти вот тррррррррррррррррррррр. Как оно ело. Как этот пакман ел строку. Да? Ну, слушайте, я, кстати, вижу баг. Я не вижу тройки у себя. У меня тройка не появляется. Я где-то тут на это напортачил. Давайте я переделаю строку заново, цикл заново, где я напортачил. О, вот здесь вот. Странно, что ответ получился такой же, это ошибка, ну, случайность. Ну вот, слава богу, 5-6, а, ответ не такой же. 5-6-4, слава богу, да, правильный ответ, наконец-таки мой пакман кушал правильно. Ну, слушайте, что я могу тут сказать? В задачках полезнее для вашего развития, когда вы рассуждаете. Когда вы тупо переписываете программу на другом языке, то это не особенно сильно вас самих развивает. Поэтому полезнее, если вы понимаете, что происходит. И вот мы переходим к задаче, которую уже нельзя решить методом простого программирования этого кода и запуска его для проверки. Почему? Потому что нам начальная строка не дана. Нам известно, что она состоит более чем из 300 цифр 8, не содержит других символов. И надо указать минимальную возможную длину входной строки. То есть, нам известен результат. Причем, еще интересно, результат, совершающий одну цифру 5 и 1,8. Нам не сказали, это 5,8 или 8,5. Соответственно, предполагается, что мы должны постичь, как работает алгоритм, понять, как он вообще работает, и сделать такой реверс инжиниринг. То есть, сказать, вот, наверное, вот такое должно быть начальное условие для того, чтобы получились вот такие выходные данные. Вот она логика. На самом деле, именно в этой конкретной ситуации мы можем забрутфорсить задачу. Потому что брутфорс это, собственно, грубой силы метод. И мы можем, запрограммировав этот алгоритм на каком-то языке, например, на Python, заставить его выполняться при многих разных начальных условиях. И, начиная с 300 цифр, начинать повышать, повышать. И в какой-то момент, когда мы получим нужный нам результат, остановиться. Вот это и есть именно метод тупого полного перебора. Метод грубой силы. И в этом случае у нас комбинаторно количество возможных начальных состояний невелико. Ну, то есть, 300, 301, 302. Ну, то есть, очевидно, что это не какое-то сверхвеликое число. Там, наверное, на каком-то условном десятом мы обнаружим необходимый нам результат. Но есть задачи, в которых метод грубой силы и полного перебора просто не сработает. Давайте до них доживем. Я сейчас не хочу применять метод полного перебора. Давайте лучше разбираться, что, собственно, происходит. Итак, первое. Я вижу, что в этой программе нет если. Нет если. Это означает, что замена происходит, собственно, по очереди. Ну, правда, только в том случае, если там есть что менять. Потому что если нет такой строки, команда просто ошибки не вызывает, просто не изменяет строчку. Замена, как и раньше, происходит ровно по одной замене на строку. Давайте запишем. Это, тем не менее, хотя это уже не алгарифм Маркова, я, тем не менее, запишу эти замены в качестве такого цикла замен, скажем так. То есть, 555 заменяется на 8, а 888 заменяется на 5,5. Да, ну, надо понимать, еще раз говорю, что это уже не алгарифм Маркова, я не знаю, как я в какой-нибудь такой цикл типа Блокли это дело завернул, да, в котором у нас цикл пока такой вот, да. То есть, ну, продолжаем, продолжаем раз за разом, одно, второе, одно, второе. Давайте посмотрим, что у нас глобально будет происходить с длинной строкой из восьмерок. Вот на эти трансформации посмотрим. Да, еще, кстати, одна причина. Если вы плохо соображаете, опрограммируете и печатаете быстро, то можно запрограммировать это на питоне, например, и посмотреть на эти изменения глазами. То есть, на каждой итерации, после каждой замены распечатывать строку. Это может помочь понять происходящее. Еще раз, да, невозможно сказать, какие начальные условия, не перебирая их, но, тем не менее, мы же не можем запустить программу задом наперед. Ладно. Что мы видим? Что первая замена игнорируется, вторая происходит. Происходит замена на 5,5. Дальше. На следующей итерации. Это игнорируется, нет пока трех идущих подряд пятерок. Это происходит на 5,5. Так. Дальше. Это уже не игнорируется. Три пятерки превращаются в восьмерку. Но эта восьмерка отделена от остальных вот этой пятеркой. Я сюда ее спущу сейчас. На самом деле, может, имеет смысл мне переписать немножко эти восьмерки сюда, остальные, да, потому что, ну, надо понимать, что вообще вот там дальше происходит. Вот я сейчас перенесу сюда. Чтобы произошло зацикливание. Если оно произойдет, тогда, собственно, я смогу поосуществлять быструю редукцию, да, и методом деления сейчас сразу там остаток раз наш найти и все. Ну, короче, вы сейчас увидите. Эта пятерка отделяет восьмерку от остальных, поэтому пока ничего не замкнулось. Дальше. У меня, собственно, сейчас произошла вот эта замена, да, три пятерки на восьмерку. И следующая замена, вот эта должна произойти. Три восьмерки заменяются на две пятерки. Дальше идут восьмерки. Вот эти все восьмерки, они там дальше идут, да, то есть они никуда не делись. Так. На следующей итерации у меня собрались три пятерки из вот этой одной и вот этих двух, которые с предыдущей итерации пришли. И они заменяются на одну восьмерку. И вот у меня вот эта восьмерка, которая там слева образовалась из трех пятерок, она, наконец, замкнулась обратно со всеми остальными восьмерками. Ну, я бы даже их сильно не хотел двигать, да, этих нужно, наоборот, подвинуть сюда. Да, мы видим, что в итоге прошла сейчас некая, ну, за несколько итераций, мне даже не важно за сколько, уменьшение количества восьмерок. И все опять вернулось на круги своя к некоторому количеству восьмерок. Я, в принципе, вот эту восьмерку ровненько вот тут и держал, да, то есть я вижу, что глобально было девять восьмерок, да. Девять восьмерок в итоге исчезли. Раз, три, два, три, вот три. Образовывались по пути пятерки, из которых собралось, собственно, две восьмерки. То есть у нас получается процесс минус девять, но плюс две. Ну, вот это вот, да, в сумме дает мне минус семь, собственно, штук восьмерок. Мне реально внимательно нужно будет смотреть на происходящее только в самом конце. Вот, но давайте сейчас раскрутим в каком-то смысле наоборот, да. То есть у меня должна будет ситуация сомкнуться, что вот в итоге оно вот раз и образовалось восемь пять или пять восемь. А как оно может, собственно, произойти, если у меня только осталось не так много восьмерок? Собственно, если восьмерок больше, чем девять, да, то есть все остальные, как видите, они вообще не трогались. Если восьмерок больше, чем девять, то у меня просто вот происходит вот это вот уменьшение количества восьмерок на семь штук за некое количество итераций. А вот сколько восьмерок, вот если их уже меньше, чем девять, сколько приведет к нужному мне результату? И мне надо, чтобы образовавшиеся, то есть мне нужно, чтобы потом пятерки, да, ух, елки-палки, они образовываются по две, да, образовываются по две. Значит, они должны схлопнуться, то есть у меня должно образоваться раз-две пятерки, два-две пятерки, да, и после этого пятерка. Вот она эта история, вот я ее реально наблюдаю именно вот в этой ситуации. То есть я могу даже сейчас не перерисовывать все остальное, могу сказать, ребята, вот этот кусочек истории смотрим, вот этот кусочек. Если бы у меня было шесть восьмерок, шесть восьмерок превращаются на первой итерации в пять-пять-восемь-восемь-восемь, потом пять-пять-пять-пять, и потом, соответственно, три пятерки в одну восьмерку, и получается восемь-пять. То есть мне нужно, чтобы все закончилось шестью восьмерками. А теперь смотрите, что мне требуется. Мне требуется, чтобы при убирании по семь штук, да, к раз, то есть некое число х, которое должно быть больше, чем триста, ну, не менее, чем триста, да, более, чем триста, это количество восьмерок, которое должно быть, чтобы образовалось в итоге восемь-пять, да. Так вот, с другой стороны, это число должно равняться семь умножить на некоторое к плюс шесть. Ну, или, короче говоря, х должен быть по модулю семь должен равняться шести. Остаток по модулю семь должен равняться шести. Вру ли невро? Вот, чтобы я не врала. Было девять, так все сократилось, и осталось две. Вроде бы невру. Ну, то есть вот уменьшалось, 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 и в итоге должно остаться шесть. То есть четыре оттуда, две отсюда, четыре плюс девять, тринадцать, тринадцать по модулю семь, это шесть. Да, короче, все, я точно прав. Значит, в итоге, первое число после трех ста по модулю семь, дающее шесть. Ёлки-палки. А сколько триста само, ну, или триста один, сколько оно дает по модулю семь? Ну, надо делить. Триста, на самом деле можно питоном воспользоваться, да? Ну, давайте, ладно, триста по модулю семь. Так, что у нас? Минус двадцать восемь, остается двадцать. Да, так, у нас частная восемь, да? Семь, ой, четыре, прошу прощения, семь и четыре. Так, двадцать минус четырнадцать, остается, сколько у нас? Остается шесть, да? Да, о, собственно, число триста подошло бы, да, триста восьмерок подошло бы как раз. Оно дает мне, собственно, сорок два раза будет вычет, ну, вот эти вот прогоны этих итераций, это неважно. Но главное, что в итоге осталось бы как раз шесть восьмерок, из которых бы по итогам, несколькими действиями, осталось бы восемь, пять. То, что мне требуется. Вот. Значит, ну, триста не подходит. А раз триста не подходит, надо прибавить к нему семерочку. Как раз, ну, по модулю семь, там же циклический идет у нас. Значит, ближайшее следующее получается триста семь. Триста семь – это число, которое по модулю семь даст нам шесть. Ну, слушайте, можно открыть питончика, да, и там на питончике проверить в конце концов. Питончик, ты где? Тут выскакивает такой. Вот он. Давайте. Триста семь по модулю семь. Та-дам! Шесть. Ну, вот, собственно, и ответ. Итак, значит, я нашел правильный ответ. Задача 38.38. Исполнитель-редактор, бла-бла-бла, то же самое. Дана программа, ну, можно заметить, что эта программа записана коротко. Нет конструкции, если то. И вообще, эти действия по замене не выстроены по приоритетам. Ну, то есть, это не совсем уже алгоритм Маркова. Это просто алгоритм, да, в котором у нас последовательность действий жестко задана. Раз, два, три, раз, два, три. Но на самом деле, это недалеко уехало от алгоритмов, на то есть причина по входным данным. А теперь, собственно, посмотрим на условия, реально, да, на задание. Известно, что исходная строка начиналась с нуля, дальше содержала только единицы, двойки и тройки. Ребята, нам почти ничего не дали по исходному, конкретной исходной строке. После выполнения получилась строка содержащая. Дальше нам называются количество, но даже последовательность опять не называется. Все спрашивают, сколько троек было в исходной строке. Ну, реально? Такой, ааааа, ну, как? Нам ничего не дали практически, да. А хитрость здесь состоит в нуле. Нуле. Посмотрите. Ноль. Был, ноль, есть. Ноль, был, ноль, есть. Ноль, был, ноль, есть. Каждая замена не убирает ноль. Ноль остается и всегда остается ровно один. В исходных подстроках, которые ищутся для замены, ноль находится слева. В заменяемых подстроках он находится справа или почти справа. Так, соответственно, у нас реально, поскольку ноль в строке только один, находится он в самой левой позиции, он в итоге должен будет как пакман проползти, только теперь этот пакман ползет слева направо, проползти сквозь всю вот эту вот строку, сжирая эти цифры. И нам по-хорошему нужно просто осознать фактически, когда он съест, что там позади него останется в качестве результата. Ну, тут еще интересная история, что этот пакман проползая, он как бы их сгрызает не сразу. Давайте вот эти правила себе кодифицируем, а уже потом начнем, собственно, решать. Итак, внимательно смотрим, за что, что происходит, когда он, ну, пакман, да, давайте нарисуем ему прям нолику, я нарисую такой вот ротик. Когда пакман встречает единичку, да, он оставляет позади себя 2, 3, да, а впереди него, впереди него остается еще двойка. То есть единичка, она такая, как сказать, плодовитая, да, он ее съел, да, он сзади после себя уже оставил немножко отходов, да, а впереди еще двойка. То есть он ее как бы куснул разок, единичка превратилась в двойку, но не исчезла до конца. А вот если пакман увидел двойку, ну, собственно, это и произойдет, мы сейчас должны этот процесс закончить, чтобы он доел до конца. Да, но что происходит, если пакман увидел двойку? Да, он просто съедает ее, да, проползает дальше, а сзади оставляет единичку. А что если пакман увидел тройку? А если он увидел тройку, тогда он оставляет после себя двойку, да, а впереди остается единичка. И вот теперь, внимание, да, пакман, очевидно, должен будет доесть вот эту двойку, доесть вот эту единичку, поэтому давайте дорисуем в итоге, что произойдет. Очевидно, что доев двойку, да, он оставит после себя единичку, ну, и сам окажется в самой правой позиции, начнет кушать какую-то следующую цифру, которая находится справа. Да, а эти три все, они уже будут не тронуты, пакман уже прополз. Ну, эта ситуация, она самая простая, ее пропускаем. А вот здесь, смотрите, вот эту ситуацию, когда пакман ест единичку, мы только что дорассмотрели до конца, поэтому я сразу могу сказать, что результатом будет, собственно, 2-3-1, но после этой двойки. Поэтому это будет 2-2-3-1 и пакман в самой правой позиции. Пакман, то бишь нолик. Итак, что я в итоге вижу? Что старая единичка превращается в 2-3-1. Старая двойка просто превращается в единичку. Старая тройка превращается в 2-2-3-1. Сейчас вылезет система уравнений. Допустим, начальная строка содержала x единиц, y двоек и z троек. Это начальное состояние. Что у нас получится, если пакман их всех съест? Смотрим на правила. Из x единиц у меня... Давайте так. Можно даже по итогам. Сколько там получится? Двоек, троек единиц в итоге. Из x единиц у меня получится... Одна единица, одна двойка, одна тройка. Значит, у меня будет x сюда, x сюда, x сюда. Это я сейчас количество считаю. Из y двоек будет только y единиц. То есть, останутся только единички позади. Значит, у меня в это количество единиц будет уже x плюс y. Если были тройки, их было z штук. Что с тройками будет? То есть, тройки дадут мне по одной дополнительной единице каждая. По две двойки. То есть, у меня каждая из z троек даст две двойки. Плюс дважды z. И одна, собственно, тройка. А теперь смотрите, что у меня получается. Мне известно количество единиц, двойки и троек в итоге. В итоге 51 единица. 29 двоек. И 23 тройки. А в этот момент надо импортировать нампи. И запускать решатель системы линейных уравнений. Шучу. Она такая маленькая, что, конечно, надо решать вручную. Значит, система уравнений у нас выползла. Что мы хотим? Нам реально интересует нас только z. Нам даже не нужно ее решать полностью. Надо как-то устранить все остальное. А что остальное? То есть, x надо устранить. Смотрим внимательно. Можем мы вообще с y не связываться? Да. Вот два уравнения. Коэффициенты разные. То есть, они у нас такие реально нелинейно зависимые. Мы можем вычесть из второго уравнения первое. Третье, прошу. Из второго третье вычесть. Да? Соответственно, что у меня получается? У меня остается просто x минус x пропадает в ноль. 2z минус z остается просто z. 29 минус 23. И это ответ. Да? Получается 6. Все. Вначале было 6 стройков. Ну, красота. Красота математики. Давайте посмотрим. Правильный ответ. Следующая похожая задача, очень сложная, которую мы решим устно. Итак, посмотрите. Исполнительный редактор и все такое прочее. Дана программа. На вход, приведенный программой, поступает строка, начинающаяся с символа больше, содержащая 20 цифр 1, 15, 2, 43, и оканчивающаяся с символом меньше. Определите, в каком порядке должны располагаться цифры во входной строке, чтобы сумма цифр, получившаяся в результате выполнения программы, была максимально возможной. Вы представляете себе комбинаторно, как велико число возможных перестановок? 20 единиц, 15, 2 и 40, 3. Ну, это нужно взять, просто все, что называется, перемешать, ну, суммарно, да, 20, плюс 15, плюс 40, 75. 75 факториал, да, поделить после этого на 20 факториал, на 15 факториал, на 40 факториал, ну, сладка ли жизнь будет? Все равно это будет очень большое число. То есть, я скажу так, что вот даже о брутфорсе мечтать не следует. Это та ситуация, когда у нас типичный комбинаторный взрыв. Нужно просто рассуждать, подумать и сразу сказать оптимум. Но, да, и еще, эта задача уже не совсем про алгорифму Маркова у нас же здесь. Нет, если, значит, действия идут строго в этой последовательности. Это, это, это. Но дело в том, что у меня вот эта вот стрелочка вправо, знак больше, и вот эта присутствует во входной строке в единственном экземпляре. И, значит, они до какой-то степени ползут друг навстречу другу и кушают цифры. Причем они, смотрите, кушают их как бы по одной и оставляя за собой. И обязательно он скушает. Ну, тут есть такая интересная тонкость. Дело в том, что если ему, например, в начале, на первой, в начале итерации не тройка, не единичка встретится, а, например, тройка, то в результате он дважды простаивает и только на третьей итерации, на третьем, прошу прощения, шаге этой итерации он начнет кушать ее. То есть у них движение не вполне равномерное, да, они не одновременно. А если у этого все будет идеально, то он, по идее, сможет за одну итерацию сразу съесть и тройку, и двойку, и единицу всех. Ну, мы тут творцы начальных условий. Мы выбираем порядок, да, в каком должны они располагаться. Давайте подумаем. Левый червяк, съедая единичку, делает ее тройкой. Мне это нравится. А вот двойку он оставляет совершенно бессмысленно, точно такой же. А тройку негодяй он даже уменьшает. Но что поделать? Правый червяк тоже проползает через тройку, уменьшает ее, делает ее единичкой. Таким образом, я вижу, что эти два червяка, ну или два пакмана, неважно, да, они все равно уничтожат 40 цифр троек, они превратят в 40 цифр один. Увы. Но я могу левому подложить единички, которые превратятся в тройки. Обратите внимание, что, да, единички там увеличатся, могут увеличиться на один. Стать двойками для правого пакмана, ну, мне это не очень интересует. Мне это нравится больше. Двойки я лучше отдам правому пакману на съедение. То есть, в итоге, строка, которую я собираюсь выдать вот этой вот штуковине, да, она будет какая? Это будут вначале единицы все, потом тройки, потом двойки. Ну, и в результате, учитывая, что, как сказать, эти буферные тройки, они в середине не находятся, я могу, на самом деле, даже сильно не думать про последовательность, кто, когда. Ну, все равно, условно, слева он будет есть именно то, что мы дадим ему. Слева остального ему не попадается. Тот как раз на каждой итерации ест по одному справа. Так что они реально вот до момента, пока там они не столкнутся, они будут есть ровно по одной циферке на каждой большой итерации. Короче, я могу сказать так. 20 цифр 1 превратятся в 20 троек. 15 цифр 2 превратятся в 15 троек. 40 цифр 3, к сожалению, станут 40 единичками в любом случае. Ну, давайте зовем питона в качестве калькулятора и посчитаем, что у нас получается. Ой-ой-ой, надо устно считать, конечно, да? Ну, ладно, поленимся. 35 умножим на 3. Это у нас, собственно, 35 троек, да, плюс 40. 145. Если я параноик, я могу это дело запрограммировать, реально выдать ему ту строку, которую я планирую, и проверить. Но я не буду этого делать. Ответ 145 – это правильный ответ. И вот самая нетривиальная задачка, которая у меня только встречалась. Спасибо Евгению Джобсу за выдумку таких задач. Такой сложной задачи наверняка не встретятся на ЕГЭ. Исполнитель и редактор, та же песня, пропускаем. Дана программа. Ну, вроде бы выглядит все прилично. Ну, на первый взгляд, сейчас вы поймете, что не совсем. Известно, что начальная строка состоит только из цифр 1 и 3. Никаких длин. В ходе работы алгоритма получилась строка, не содержащая единиц. Укажите максимальную длину входной строки, если известно, что после выполнения алгоритма сумма всех цифр равна 404. Как это? Страница недоступна. 404. Товарищи, что тут проблему вызывает? На самом деле, при всей видимости простоты, вот это непростые замены. Давайте посмотрим на них внимательно, попробуем их кодифицировать. Итак, 1, 2, 2, 1. 3, 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Да, это еще и не алгоритм Маркова. То есть, это неприоритизированные замены. Слушайте, был бы алгоритм Маркова, было бы легче жить на самом деле. Но, тем не менее, все как-то перемешивается, непонятно, что вообще происходит. Давайте я попробую это описать, как химическую реакцию. Представьте себе, что тройки и единицы химически реагируют. Они химически реагируют друг с другом. Да? Тройка, встречая единицу, она ее жарит, да? И превращает ее в двойку. При этом сама тройка никуда не девается. Она как бы некий катализатор этой реакции. Неважно, слева она встретила единицу, или справа она как-то всеядная. Да, так просто раз, и все. Вот. Значит, что дальше происходит? А теперь с вот этим. Что это за штука? Это, по сути, упорядочивание. Можно сказать так, что у меня двойки как бы выпадают в осадок. Или, наоборот, всплывают вверх, как газ. Да, можно... Я не знаю, как мне расположить лучше, но вот прям вот мне вот с вот этой вот перестановкой хочется это дело расположить вертикально, сверху вниз, да? Ну, допустим, начало... Начало у меня будет... Давайте, вверху будет начало. Да, тогда у меня что будет происходить? Ну, двойки у меня будут, получается, взлетать. Да, давайте. Один, один, два, один, один, три. Ну, на самом деле, в начальной строке двоек-то и не будет, да? Один, два, три. Что будет вообще происходить? Значит, единичка и двойки... Да, это еще раз, от начала вперед. Значит, один, два будет заменяться на два, один. То есть двойка как бы пузырек, и она у меня будет ползти к началу моей строки. И она будет уползать вверх, да? Постепенно она там потом уползет еще наверх, а единички будут спускаться вниз. Понятно? Тройка же, в свою очередь, да, она обеспечивает некую химическую реакцию, в результате которой... Что происходит? Единичка превращается в двойку. Тройка же остается на месте, да? А, соответственно, а эта двойка, она уползает наверх, да? А единичка подползает, ну, в смысле, опускается вниз, да, к тройке. Видите, да, какая история? То есть вот реально как химическая реакция, в которой у меня есть некое действующее вещество, которое сжет эти единички, а двойки... Уползает наверх. Ну, надо сказать, что тройки с двойками не меняются местами, но вот тройка мы можем даже воспринимать так. У меня количество чисел не будет меняться в течение происходящего, да? Поэтому тройка где стояла, там и стоит. Не, ну ладно. Если единичку она видит снизу, она будет жрать ее снизу. Ну, если вдруг снизу приперла двойка, как сказать, ну, ок, да, то есть, в принципе, эта двойка, она, поскольку она не может пройти сквозь нее, ну, не знаю, как это описать, вот, ну, тройка с двойкой не умеет меняться. Еще дополнить сюда 3, 2 на 2, 3. Вот тогда все, все двойки просто тупо поднимались бы вверх, а все остальные тройки ели бы единицы. Все остальные, да? Вот, ну, вот в этой ситуации, как сказать, там, другая тройка могла бы тоже помочь покушать остальные единицы, превратив их в двойки, да, химически их превратить в нечто, если начало сверху, как бы в газ, условно, который взлетает вверх, ну, до упорчика. Короче. Вот, там мог бы быть свой котел, но я понимаю следующее, что мне выгоднее было бы, да, что после выполнения алгоритма сумма всех цифр равна 404. Начальное, то есть в итоге все единицы, да, строка не будет содержать единиц, не должна в итоге содержать единиц, все единицы должны перевариться. Теоретически я мог бы сконструировать тут ситуацию, когда единицы торчат себе, двойки закрывают их от троек, и единицы остались в конце. Вот. Но смысл следующий. Итоговая строка имеет сумму цифр 404. Мне надо, чтобы было как можно больше двоек. Вот в этих 404. То есть по итогам, да, вот эти 404, как сумма цифр, по максимуму должно содержать двойки. Зачем? Потому что длина вообще, я говорю, не поменяется. То есть вот длина не поменяется. У меня здесь было два символа, два осталось. Понятно, да? Я понимаю, что 4404 нельзя как одну тройку. Одна тройка могла бы съесть все единицы, превратив их в двойки. А все двойки бы уползали там в начало списка. Одна тройка в конце, и все остальные единички. Но сумма 404 четная. Значит, мне нужно сделать, чтобы было две тройки, да, равно 2 умножить, две штуки тройки, да, плюс неизвестное мне количество, собственно, на двоек. Длина строки будет равна х плюс 2, да. На самом деле я могу, в принципе, просто сказать, так, 404 минус 6, да, пополам, это будет длина. Ну, поехали. 404 минус 6, это у нас получается 398, 398, делим пополам. Знаете, если честно, лучше 400 делить пополам, а потом прибавить, обратно вычесть, короче говоря, да, прибавить сюда, да, давайте 298, давайте прибавим 2, да, плюс 2 и вычтем 2. И все это дело поделим на 2. Поделить на 2. Ну, это получается 400 пополам, то бишь 200 минус 1. Ну, короче, получается 199. 199. 199 двоек и еще 2 тройки. То есть получается 201 цифра была. Ну, точнее, 201 цифра стала, но было абсолютно только уже. Давайте проверим. Да, действительно, их 201. Товарищи, работа с исполнителями, это очень важно. В этой задаче могут встретиться и другие исполнители. Например, чертежник. Когда-то давно здесь был робот, маловероятно наличие черепаки. Но, скорее всего, это будет редактор. Поэтому нарешивайте задачи на редактор, немножко смотрите на чертежника, там тоже есть что-то интересное. И вообще, учите детей программировать, чтобы алгоритмическое мышление закладывалось уже в раннем возрасте. Успехов вам!